Продолжается наш день, солнечный день, туманный день в Байсе. Снова проезжаем красивейшие просто горы, невероятной красоты, как бы показать, как бы показать, вот так, невероятной красоты места, невероятной красоты горы. Вчера весь день мы ехали, обязательно, слава богу, нашли, кстати, очень неплохой завод в ночи, познакомились, я думаю, что мы пока на этом ограничим знакомство с местностью, взяли еще несколько контактов на будущее, но так как у нас время ограничено, а расстояния очень большие, сейчас уедем уже в другой уезд, где живут малые народности местные из Куайси, потом уточню, какие именно, и там выращиваются тоже кушучка, то есть часть старых деревьев, там также есть и разные сорта зеленого и красного чая, ну то есть много всего того, что мы еще тоже не пробовали, не узнавали. У нас сейчас предстоит больше пяти часов дороги горной, тут все, конечно, очень труднодоступно, примерно как в Юнанье сколько-то лет назад, правду говорил мой водитель чихнул, да, то есть как бы реально требуется время, и времени требуется много, вот, и еще требуется терпение. Вчера мы, конечно, очень поздно, кстати, добрались до Сианя, столицы, потому что в горах не нашли где жить, не стали ломиться к крестьянам, там, и, в общем, еще полтора часа спускались вниз, чтобы заселиться в гостиницу, вот, и сейчас выбираемся опять в сторону Байса и поедем в другую направление, уже непосредственно в горной части, потому что здесь высота несколько сот метров, где-то там 700-800 тысяч, типа того, а куда мы едем, там вроде бы как должно быть еще выше, еще выше, то есть под 2000, если я не ошибаюсь, и там должно быть еще интереснее. Сегодня у нас снова день в дороге, вот, я думаю, сейчас нас все такие дни будут, потому что у нас это путешествие выдалось просто невероятно насыщенным и таким плотным, я уговорил водителя, на очень большие приключения, скажем так, поэтому будем работать, у нас строй боевой, много-много серпантинов сегодня нас ждет, и, надеюсь, ждет нехороший чай тоже. Становились в горах, в дороге, решили посмотреть на мед, продают мед, очень интересно посмотреть, какой же тут будет мед, вот это улики. У меня есть один друг, который просил мне найти лао-мед со старым медом, мы будем смеяться, но это реально такой мед есть, и он считается крайне ценным, не знаю, есть ли он этого товарища, но мы попробуем узнать. Нет у них старого меда, если у них только молодой, ну ладно, еще спросим, вот, здесь, конечно, они очень дорого продают, на банку 150 юаней, то есть это дороже, чем у нас в России, наверное, заметно дороже. Но мед бывает очень неплохой высотогорный, у них это более раритетный продукт, и его не так много, как у нас производится. Наши Discovery путешествия продолжаются, приехали пообедать, потому что мы сегодня не завтракали, что-то прям с утра поехали. Поехали. Наш водитель крайне нетрадиционен, он часто с утра вообще не хочет завтракать, и говорит, поехали, все, давай. Ну, в принципе, в нашем стиле, это здорово. Сейчас мы уже свернули со скоростной трассы на деревенскую дорогу, и вот первое, что мы, естественно, сделали, решили пообедать. Сейчас ждем, пока нам приготовят нашу деревенскую еду. Такая вот обычная кафешка, запекаловка, ну, все как обычно. Холодильник, выбрали себе овощей, и поедем скоро дальше. Тут на стоянке тоже мужчина покушал. Вот, кстати, тут забавная история, сейчас покажу. Водитель спит, отдыхает в грузовике, и везет он двух больших валов. Вот такие прям настоящие буйволы с рогами. И уже тут очень много малых народностей, много женщин, которые носят традиционные одежды. Лучше후� булочки с романом Майя У нас есть человеки . Я говорю, на мне не надо, не для пакет. Это, конечно, капля в море, но я никогда не стараюсь брать пакеты, когда это понадобится, В последнее время, чем больше всех, не знаю, когда я вижу этот трэш, этот мусор, особенно в Азии, конечно, жестоко. Бананчиков купили. 7 юаней, 70 рублей. Не знаю, дорого, дешево, но бабушек поддержали. В шесть часов пути, и мы добрались до деревеньки абсолютно дикой, то есть тут буквально, не знаю, может, домов 100, но для Китая это совсем микродеревня. Пара сотен человек живет, в лучшем случае, три сотни. И здесь в свое время делали чай с вот таких вот кустов дикорастучих и также еще с кустов, которые есть вот тут в горах, уже побольше даже деревьев. Мы сейчас, думаю, попозже постараемся выделить время, раз мы сюда приехали, тоже сходить. Тут какой-то совсем другой сорт куста, я обратил внимание, то есть, ну, выглядит лист другой, какой-то более скукоженный. Может быть, из-за того, что так сухо, не знаю. Но так или иначе, по-другому выглядит и само дерево, и сам лист. Похож на немножко дикорастущие кусты, которые встречал Ваньхой в провинции, чисто визуально. Интересно, потому что здесь он называют дешен льучха, дикорастущий зеленый чай. Делали из него красный чай тоже, что достаточно характерно. Но тут очень интересная история. Мы познакомились тут только что с местными жителями, которые сами фермеры, ну, причем не чайные, а просто фермеры. И они говорят, что уже несколько лет, как умер один инвестор их местный, который сам из Байсай сюда приехал и занимался тем, что здесь поднимал всю чайную историю. Тоже пытался как-то зарекламировать место, продавать отсюда красный чай в Пекин. Аналогичную историю мы слышали тоже в деревне Гуляо, где мы были до этого тоже, которая более известная, где там сейчас чай активно производит, потому что тоже старые деревья и все такое. Здесь же абсолютно обратная история. Все в запустении. Несколько лет чай так вот не собирают массово, потому что он особо никому не нужен. И обычно собирают для себя и жарят там какими-то микроколичествами. Обещали нас сейчас угостить, попробуем, посмотрим, что у них есть. Самое обидное, что очень большое количество почек, вот видно, просто съедено какими-то насекомыми, причем прям капитально съедено. Это говорит о том, что, конечно, чай ничем не удобряют 100%, но и при этом еще о том, что он никому не нужен, и его никто не собирает. Это такая грустная картина. Здесь вот я вижу кустов, может, штук 10-15 растут в основании. Некоторые из них достаточно толстые, то есть, может быть, даже и сотни лет есть, некоторые, может, меньше. Но собирают их давно и в основном так вот для себя, как-то так, чтобы чай был на продажу или что в каком-то количестве. Тут этого уже достаточно давно нет. Ну, это достаточно такое интересное явление. Первый раз сейчас такое встречаю в Китае, чтобы чай дикорастущий и при этом особо никому не нужный, это не востребовано. Так что сейчас будем общаться с местными, может, что-то нового узнаем, может, будем договориться, чтобы они для нас сделали. Особенно, если договоримся, что это было бы не слишком дорого, если он никому не нужен. Спросили у местных жителей, и, оказывается, вот это вот все эти поломанные листья и то, что вокруг кучи деревьев, они все как будто какие-то лысые. Я думаю, что это такое. Оказывается, тут был очень сильный бинбао, то есть, град. Причем град был такой, что почти по щикулку насыпало, и некоторые размеры градин были как с яйцом. То есть, поубивало много куриц у них тут, поломало крыши, он там кое-кому пробило там машинам стекла. То есть, вообще, довольно-таки серьезная была трагедия. И, собственно, поэтому можно посмотреть на куст, все листья побиты и поломаны. Я еще сначала подумал, что какие-то насекомые, что ли, поедут. Оказывается, это нифига не насекомые. Оказывается, это совсем не насекомые, а это был очень сильный град, и очень много листьев побито. Прямо вообще вот видно, то есть, они просто все потрескавшиеся, поломаны. И видно, что это, кстати, не насекомые ели. То есть, они реально все в трещинах, обломах, и очень многие вообще потеряны, видницы не целые листья. Такая вот трагедия была на деревьях. Причем, кругом даже вся трава, вот деревья остальные, все тоже очень пострадали. Вот мы и пришли в гости. Пришли мы в гости к фермерам местным, к жителям, которые на самом деле для нас хотели достать какой-то супер свой чайник необычный. Вот такие чайники используют, в общем, здесь для заваривания. Принято вообще у Джуанов и у малых народностей Дуан Си. Вот они используют такие чайники. И вот такие большие чашки. Вот, а это всю нашу вот фигню, которую тут принесли, а это для них довольно-таки непривычно и необычно. Поэтому моя вся посуда с собой. Я жду, пока подогреется вода, и мы сейчас будем дегустируя два чая. Один красный чай два года назад сделан, другой сделан в этом году. Сейчас попробуем этот и другой. Сравним. Впервые, кстати, я так вот в полевых условиях у кого-то со своей посудой, по-моему, я очень давно не был. Обычно я это, ну, там в гостинице или где-то там в путешествии остановились. А так, чтобы кому-то прийти, и у них даже нет чайного места. Вот так вот. Ну, все, в принципе, в Юнане тоже можно это увидеть. Особенно где подальше в горах, там что у них там, кружка, чай. И еще что самое главное, они говорят, а мы-то особо чай так и не пьем? Я говорю, как так? Ну, не знаю, как-то не пьем чай. Но у нас тут есть детей. Немножко сделали для друзей. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Сейчас попробуем. Еще, кстати, очень удивился, пока вода кипит, расскажу. Заходим просто вот, ну, один из, где-то нас встретил, две семьи были вместе. Он говорит, давай сейчас зайдем сначала у меня возьмем чай, а потом еще у других соседей. И вот к нему, когда заходили, у него оказалось завод большой по пошиву. Вместо национальной одежды. Но при этом полностью заводами автоматизирован. То есть, современные станки, компьютерные, которые шьют очень красивые узоры. И где-то было столько у меня разрыв шаблон. То есть, захочешь, чтобы деревенский дом где-то в глуши, черти где. И там просто есть современное оборудование, технологичное, которое шьет для малых народностей. То есть, современную такую одежду, но полностью со всеми узорами. Все как надо. Они делают ткани, потом дальше ткани даются уже местным мастерицам. Они из них шьют. Тут еще параллельно, кстати, сзади вот мама хозяйки дома тоже решили расписывать тоже ткани. То есть, у нас сама вся одета в свою национальную одежду. Не ради нас. Мы так, в общем, случайно зашли, как говорится. То есть, они только так одеваются. Это традиция. Делают тоже ткани для традиционной одежды. Сейчас ждем, когда вода согреется. Такие пиалочки красивые. Желатые такие прям ух. Тоже, кстати, орнаменты все такие национальные. Я говорю, что раньше никогда в Китае вот этого не видел. То есть, вот такой среднеазиатский чайник. Ну что, мы воспользуемся таким чайником. Ну что, дикорастущий чай действительно дикорастущий. Там сразу по вкусу видно. И он прям похож на иннайский такой, горьковатый. Говорят о том, что чай сделали для себя. И поэтому никто не заморачивается о технологии производства. В принципе, может попробовать сделать что-нибудь хорошее. Нравятся мне эти контакты здесь. То есть, настолько, что все дико. Никто сюда не приезжает. Но есть дикорастущий чай на деревьях. Ну, будем общаться. Может, что-нибудь сделаем. Чай очень неплохое сырье. Но видно, что действительно обработано плохо. О, так прикольно. Для того, чтобы красный чай хранить, надо его делать в шайган. На солнце сушить, а не в машине. Обсуждаем, что надо делать из такого чая. Проглажать нормальных технологов. И делать нормальный продукт. Тогда все будет хорошо. Не продают этот чай. Сделали для себя попить. Ну, потому что его и нет. Но главное, что мы получили полезные контакты. Конечно, так можно мы их используем. На общее благо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok